Всем привет, с вами видеошопер.ру. Совсем недавно имперский марш вновь прокатился по планете, а красные и синие световые мечи вновь скрестились. Уже догадались о чем речь? Конечно, о звездных войнах. Возможно, это самая великая история из когда-либо созданных фантастами. Уже более 30 лет вселенная Star Wars владеет умами поколений, а с выходом 7 эпизода легендарной саги эта власть укрепилась окончательно. И если вдруг вы признаетесь в общественном месте, что не знаете, кто такие джедаи, а мастер йода это по-вашему врач травмпункта, вас пронзят множество негодующих взглядов. И сегодня мы решили сделать обзор самых популярных мобильных игр, созданных по мотивам вселенной Звездных войн. Начнем сразу с легенды. Star Wars Knife of the World Republic. Впервые игра была выпущена для ПК еще в далеком 2003 году. После переиздания для мобильных устройств она мгновенно заняла топовые позиции в жанре RPG и держит их до сих пор. Действие сюжета происходит за 4000 лет до войны клонов, поэтому знакомых персонажей здесь не будет. Но это не мешает ей затягивать с головой. Множество разнообразных классов, навыков и оружия. Но главное достоинство это сюжет и диалоги. Кроме того, в зависимости от действий, сделанных по ходу игры, сюжет будет меняться, а главный герой переходит с темной стороны силы на светлую и обратно. Однако у игры есть два существенных недостатка. Первый, она платная и стоит достаточно недешево. Учитывая ее уровень и крутость, это можно было бы потерпеть, если бы не второй недочет. Отсутствие русского языка. Несмотря на заваленные отзывами App Store и Google Play, разработчики никак не удосужатся прикрутить перевод, даже учитывая то, что он уже сделан версией для ПК. Поэтому полноценно насладиться этой игрой получится только если вы обладаете хорошим уровнем английского. Идем дальше. Следующая игра может заинтересовать даже тех, кого словосочетание «Звездные войны» — это что-то из серии Филипп Киркоров подрался со Стасом Михайловым. Angry Birds Star Wars 2. Игра совместила в себе все лучшее, что было отдельно в «Звездных войнах» и «Злых птичках». Причем в этой части можно играть не только за бравых пернатых, но и перейти на темную сторону — сторону свинской силы. В целом, геймплей игры повторяет предыдущие части Angry Birds. То есть берете птицу и кидаете ее в свинские постройки. Но вместо обычных птиц и свиней — да более узнаваемые персонажи из вселенной «Звездных войн». Способности у них соответствуют оригинальным героям. Вы можете колотить врагов световым мечом, сшибать ударом силы и даже швырять в них молнии. В общем, как бы вам ни приелись, предыдущие части «Злых птиц» Angry Birds Star Wars 2 заставят вновь тратить часы на прицеливание и оттягивание рогатки. Следующая игра — «Звездные войны. Восстание». Событие происходит между шестым и седьмым эпизодами саги. То есть сразу после смерти Дарта Сидиуса, но еще до появления Первого Ордена. Игра сделана очень добротно и качественно. Одна из главных ее особенностей — максимальное приближение к фильмовым реалиям. Пейзажи, персонажи и предметы — все как в кино, так что и не отличишь от оригинала. Геймплей очень простой, но вместе с тем весьма интересен. Не забыли и про сюжет. История оригинальна, а задания увлекательны. Есть еще одна очень интересная фишка этой игры. Создатели обещают постоянное добавление новых квестов и сюжетных линий, которые напрямую будут зависеть от самих игроков. Как это точно будет реализовано, пока непонятно, но сам замысел очень интригует. И еще — игра бесплатная, что тоже не может не радовать. Следующая игра создана преимущественно для детей. Но на практике многие взрослые были замечены за увлеченным прохождением ее сюжета. Это LEGO Star Wars The Complete Saga. Как всегда, главная особенность игр от компании LEGO — это своеобразная графика, созданная на основе легендарного конструктора. Не то чтобы она была какая-то сверхтехнологичной, да и суперкрасивой ее не назовешь, но каким-то магическим образом она создает специфическое настроение, которое и заставляет проводить за ней часы. Все в игре создано из базовых деталей, и именно на них будут распадаться враги под натиском световых мечей. Но одними кулаками игру не пройти. Придется решать головоломки и, естественно, применять силу. В игре огромное количество персонажей, у каждого свои особенности. Кто-то лихо лупит световым мечом, кто-то душит силы, а кто-то просто умеет высоко прыгать. Сюжет в целом копирует события саги, но у нее свой оригинальный юмор, которым пропитана буквально каждая сцена. И последняя на сегодня игра в нашем обзоре. Star Wars Galaxy of Heroes. Игра по сути карточная, только привычные таблички заменены на объемных персонажей. Вам предстоит собрать команду из пяти персонажей и по мере игры добавлять им опыта и одевать различное снаряжение. Отдельного внимания заслуживает графика. Она здесь красивая и проработанная. Все взрывы, выстрелы и удары смотрятся шикарно. Игра тактическая, то есть каждый персонаж ходит в свою очередь. Вам остается выбрать цель и умение, которое будет применяться. К слову об умениях. У каждого героя они свои, как и роль в команде. Кто-то заточен громить врагов почем зря, кто-то наоборот принимать на себя весь урон, защищая тем самым союзников. А кто-то помогать первым и вторым выполнять свою работу. Игра имеет много режимов. Можно проходить кампании за светлую или темную сторону. А можно заставить люка Скайуокера и Дарта Вейдера биться плечом к плечу в смешанных боях. Залипнуть в Galaxy of Heroes надолго проще простого. Мало того, что здесь нужно собрать больше сотни героев, каждого из которых можно одевать и прокачивать, так еще и опробовать все возможные их сочетания, чтобы определить какая из команд будет наиболее эффективна. Игра бесплатная, но при желании можно потратиться на покупку определенных персонажей или обновление энергии. С вами был VideoShopper.ru. Да пребудет с вами сила!